Глубокоуважаемые коллеги, добрый день. К сожалению, профессор Курильяна, который должен был читать эту лекцию в последний момент, не смог приехать. Это выяснилось буквально позавчера. Я должна была быть только дискутантом. Предполагалось очень многоплановое, очень интересное обсуждение, очень интересная лекция с обсуждением различных стратегий. Я надеюсь, что у нас еще будет шанс заманить профессора Курильяна, может быть, на наше следующее мероприятие. Поэтому я сочла себя не в праве воспроизводить планируемую лекцию, обсуждать все вопросы, которые он приготовил, а решила, как дискутант, которому дали просто больше времени, сосредоточиться на иммунотерапии, в основном трижды негативного рака молочной железы, о тех достижениях небольших, которые у нас есть, и о больших перспективах, которые, я надеюсь, у нас будут в будущем. Итак, современные иммунотерапевтические подходы, первые результаты перспективы клинического применения антипеди-1, антипеди-L1, моноклональных антител, традиционно для выступлений по иммунотерапии. Я выбираю в качестве символа птицу Феникс, потому что иммунотерапия каждые 10 лет, как птица Феникс, возрождается из пепла. Итак, что такое трижды негативный рак молочной железы? Это очень разнородная группа, сформированная по принципу «нет». Нет рецепторов эстрогенов, нет рецепторов прогестеронов, нет рецептора HER2-нео. А что же есть? Сначала два слова, известные всем, клинической характеристики трижды негативного рака молочной железы. Во-первых, очень варьирует процент выявления трижды негативного рака молочной железы, и в основном этот процент зависит от тех диагностических тестов, которые используются. Суррогатные иммуногистохимические, молекулярно-генетическое тестирование и так далее. Важная особенность – это отсутствие существенной ассоциации между статусом лимфатических узлов и стадией и дальнейшим прогрессированием заболевания. То есть при стадии Т1Н0М0 высокий риск выявления отдаленных метастазов, причем прогрессирование наступает достаточно рано, особенно при сравнении с гормонозависимыми формами заболевания. Мы видим, что пик рецидива для гормонозависимых форм, вот как понятие, практически отсутствует. Второй, третий, четвертый годы наблюдения, но затем вы видите и седьмой, и восьмой, и девятый год после первичного лечения, все равно достаточно существенный риск прогрессирования гормонозависимого рака молочной железы. Во-первых, потому что проводится одевантная гормонотерапия, сейчас не меньше пяти лет, соответственно, все рецидивы ушли на седьмой, восьмой и девятый год, но не все, но многие из них. Во-вторых, гормонозависимый рак молочной железы течет медленнее, меньше темп удвоения опухоли, в отличие от трижды негативного рака молочной железы, при котором все рецидивы приходятся на первый, максимум второй и третий годы от первичного лечения. Большинство смертей наблюдается в течение первых пяти лет, и для трижды негативного рака молочной железы характерна высокая частота поражения висцеральных органов и центральной нервной системы, 46% в течение всего периода развития болезни, то есть совершенно точно не меньше, чем при ХЕРД, в позитивном раке молочной железы. Еще характерная особенность – это, в общем-то, ответ на лечение, но очень короткий по продолжительности. Если средняя продолжительность химиотерапии для пациенток с метастатическим раком молочной железы в первой линии составляет 18-52 недели для всей группы, то для трижды негативного рака молочной железы это всего 12 недель. Вторая линия – 16 недель, все остальные и 9 недель – трижды негативный рак молочной железы. И третья линия – совершенно катастрофические цифры, 4 недели, то есть пациентки практически не доходят до запланированного контрольного обследования, когда мы регистрируем прогрессирование заболеваний, в отличие от других форм, где средняя продолжительность химиотерапии третьей линии составляет 12 недель. Конечно, такие ключевые особенности раннее быстрое прогрессирование, которое приводит быстро пациенток к гибели, диктуют необходимость поиска новых стратегий лечения этой формы заболевания. И, конечно же, ключевую роль в поиске этих стратегий играют молекулярно-генетические исследования и появившаяся современная классификация, которая основана на определении генного профиля и выделяет 7 подтипов трижды негативного рака молочной железы. Ну, один неклассифицируемый, два базальных первого и второго типа, мезонхимальный, мезонхимально-стволовой, люминальный с экспрессией андрогиновых рецепторов. И тот подтип, на котором я бы хотела сосредоточить ваше внимание, это иммуномодуляторный подтип. Ну и, соответственно, подтипы трижды негативного рака молочной железы различаются не только по профилю генной экспрессии, но благодаря этому профилю подтипы трижды негативного рака молочной железы различаются и по потенциальным мишеням для терапии. Ну и, конечно, важнейшей потенциальной мишенью для иммуномодуляторного подтипа является блокада контрольных точек иммунитета. Что это такое и с чем связан неослабевающий интерес онкологов к иммунотерапии опухолей? Этот интерес связан с реальной надеждой на излечение, которую мы можем дать, пусть небольшому количеству пациенток. Вот это типичные кривые таргетной терапии, выигрыш от нового препарата в отношении медианы выживаемости без прогрессирования болезни медианы общей выживаемости, но рано или поздно кривые сходятся. И иммунотерапия, когда на первых этапах нет расхождения кривых выживаемости. Вы видите, как правило, нет выигрыша в медиане от новой стратегии. Зато через какой-то период времени, как правило, это не меньше трех месяцев, шесть месяцев иногда даже и позже, кривые расходятся и какая-то определенная часть пациентов, опять-таки, как правило, это 18-20-30% больных, имеют стойкий длительный выигрыш в отношении выживаемости от иммунотерапевтической стратегии. И поскольку этот выигрыш может длиться годами, то мы, в общем, можем, может быть, очень аккуратно, но даже в ряде случаев назвать это излечением, по крайней мере, зарегистрированный случай, длительный, длящихся годами полных регрессий в результате иммунотерапевтических подходов. Взаимоотношения организма и опухоли очень сложны, и роль иммунной системы не так однозначна. Мы привыкли считать, что это защита организма от опухолевой прогрессии, но исследования последних лет опровергли эту точку зрения. На сегодняшний день взаимодействие опухоли и иммунной системы организма можно описать тремя периодами. Итак, самый ранний период – это период элиминации, когда осуществляется эффективный иммунный надзор над опухолью. Он связан с эффективным образованием представлений антигена, результативной активацией фекторных лимфоцитов и элиминацией опухолевых клеток. И вполне возможно, что в части случаев мы даже не знаем о том, что этот период был, потому что иммунная система эффективно уничтожает опухолевые клетки. Тем не менее, каким-то клеткам удается выжить в части случаев, и наступает этап равновесия или спящего рака, когда выжившие клетки учатся избегать воздействия иммунной системы. Опухоль характеризуется генетической нестабильностью, возникновением новых мутаций, новых обходных путей, гетерогенностью и иммунной селекцией. Иммунная система уничтожает чувствительные клоны, как бы отбирая иммунорезистентные клоны опухоли, которые начинают прогрессировать, в результате чего наступает третья фаза взаимоотношения иммунной системы и организма. Фаза уклонения опухоли от иммунного ответа, которая связана с прогрессированием опухоли. Ну и, соответственно, поскольку отношения опухоли к организму очень сложны, то огромное количество клеток участвует в этих отношениях, и важную роль играют клетки микроокружения. Опухоль ускользает от иммунного распознавания и уничтожения иммунной системы с помощью огромного количества механизмов. Ну, первый механизм – это неэффективное представление опухоли ассоциированного антигена иммунной системе. Почему? Опухоль может маскировать, утрачивать опухоли ассоциированные антигены истинных опухоли ассоциированных антигенов, в общем-то, и не существует. В той или иной степени они представлены на нормальных клеточных аналогах. Опухоль может утрачивать антигены главного комплекса гистосовместимости. Этот этап может быть связан с блокадой антиген, презентирующих клеток, выработкой супрессивных молекул и так далее. Следующий механизм ускользания – это секреция иммуносупрессивных факторов. Опухоль рекрутирует микроокружение, которое начинает секретировать иммуносупрессивные факторы, подавляя иммунный ответ. Еще один механизм – это рекрутмент иммуносупрессивных клеток. Все мы несколько лет назад помним бум, связанный с открытием минорной супопуляции Т-регуляторных ФОКС-П3 позитивных клеток, которые блокируют эффекторную функцию Т-лимфоцитов. Эта супопуляция очень маленькая, она играет важную роль в механизмах иммунотолерантности, но, в частности, опухоль учится рекрутировать эти супрессорные клетки для защиты от иммунной системы. Важную также роль играют миелоидные супрессорные клетки и ряд других популяций. Ну и последний механизм, на котором я бы хотела остановиться поподробнее, это дисрегуляция контрольных точек иммунного ответа Т-лимфоцитов. Что это такое? Оказалось, что активность эффекторных Т-лимфоцитов связана и регулируется целым рядом рецепторов, как активирующих рецепторов, которые активируют деятельность Т-лимфоцитов, соответственно уничтожения опухолевых клеток, так и ингибирующих или блокирующих рецепторов. И эти рецепторы блокируют эффективное распознавание и уничтожение опухоли активированным Т-лимфоцитом. И наша задача применительно к иммунотерапии опухоли – это активировать активирующие сигналы лезвения иммунитета и заблокировать блокирующие сигналы. Итак, рассмотрим этапы идеального токлеточного иммунного ответа на опухоль, как он бы нам представлялся. Опухолевые клетки начинают выделять опухолеассоциированный антиген, который захватывается дендритной клеткой. Дендритная клетка, вот она начинает, она его захватывает и начинает процессировать и готовит информацию для передачи информации об этом антигене Т-лимфоциту. Передача антигена осуществляется с участием молекул главного комплекса гистосовместимости. Что? У меня 30 минут, мне сказали. А, извините, это не мне. И транспортные молекулы Б7, то есть нужно два активирующих сигнала. Итак, зрелая дендритная клетка, которая приготовила опухолеассоциированные антигены, транспортную молекулу Б7. Вы видите, этот рецептор взаимодействует с Т-клеточным рецептором, передавая информацию об опухолеассоциированном антигене, а транспортная молекула Б7 взаимодействует с молекулой CD28. Это второй костимулирующий сигнал, который обязательно нужен для передачи информации Т-лимфоциту. Этот процесс осуществляется в лимфатическом узле. Это первичная фаза активации. У нас образуется Т-клетка памяти, и память об опухолеассоциированном антигене или любом другом антигене может храниться годами. Организм годами хранит эту информацию. А дальше начинается клональная экспансия Т-лимфоцитов. Вы видите, активированные лимфоциты размножаются. Этот процесс регулируется различными цитокинами. Очень сложно, на самом деле. Я, конечно, схематично все это изображаю. И активированный Т-лимфоцит находит нашу опухоль, распознает опухолеассоциированный антиген. Вот он такой же. Опять-таки, рестрикция осуществляется с участием молекулы главного комплекса гистосовместимости. Лимфоцит вырабатывает перфорин, гранзимы и некоторые другие молекулы, которые эффективно уничтожают нашу опухолевую клетку. Вот она у нас гибнет. Соответственно, выделяют две фазы. Это первичная фаза активации, передача информации от дендритной клетки Т-лимфоциту и эффекторная фаза, когда активированный Т-лимфоцит распознает опухоль. Ну и в этом контексте мы можем выделить два вида опухолевого фенотипа. Соответственно, возможности индукции иммунного ответа. Это невоспалительный иммунный фенотип. Обратите внимание, что в русскоязычной литературе мы привыкли к этому термину только в отношении воспаления. В англоязычной литературе воспалительным фенотипом называется любая инфильтрация иммунокомпетентными клетками, в частности опухоли, а не только процесс, связанный с воспалением. То есть терминологически совершенно разная трактовка этого термина. Итак, два вида опухолевого фенотипа. Невоспалительный, нет лимфоидной инфильтрации, нарушение в распознавании, проходит на каких-то более ранних этапах. Например, я уже говорила, утрата молекулы HLA, главного комплекса гистосовместимости, анергии, дефекты функционирования дендритных клеток и многие-многие другие. И воспалительный фенотип, вот невоспалительный фенотип, нет у нас инфильтрирующих лимфоцитов, надо искать другие причины, как осуществить эффективный иммунный ответ. И воспалительный фенотип, есть инфильтрация лимфоцитами, есть рекрутмент Т-клеток, но опухоль растет, и почему-то опухолевые клетки не распознаются, не уничтожаются, вернее, иммунной системой. Почему это может происходить? Ну, оказалось, что, как я уже говорила, активность Т-лимфоцитов регулируется огромным количеством рецепторов, блокирующих и активирующих. Ну и вот важнейшую роль в блокаде эффекторной функции Т-клеток играют молекулы CTLA-4 и молекулы PD-1. Таким образом, наша задача с вами заблокировать блокирующие ингибирующие системы сигнала иммунного ответа. Ну и если смотреть на общие принципы стратегии иммунотерапии рака, то эта стратегия называется блокада контрольных точек иммунитета или ингибирование блокаторов иммунного ответа, или блокада ингибиторов иммунного ответа, поскольку, опять-таки, в русскоязычной литературе устойчивого термина нет. Итак, вернемся опять к теории. Первый этап. Необходимы два сигнала для активации Т-лимфоцитов. Дендритная клетка передает информацию Т-клеточному рецептору молекулы B7 взаимодействия с молекулой CD28, но существует на лимфоците и рецептор CTLA-4, цитотоксического лимфоцита антигена 4 типа, который может соединяться с молекулой B7. Вот нет второго коактивирующего сигнала, соответственно, наступает энергия Т-лимфоцита. Информация не передается. Если мы хотим защитить наш противоопухолевый Т-лимфоцит, мы можем ввести моноклональное антитело, антиситело И4, это всем известный эпилимумаб. Соответственно, восстанавливается процесс передачи информации, и мы как бы справились с блокадой иммунного ответа на первом этапе. Переходим дальше. Итак, наш активированный лимфоцит ушел от регуляторных клеток, супрессорных, получил информацию, совсем было уже приблизился к опухоли и решил ее уничтожить. Вот он распознает, Т-клеточным рецептором распознает антиген на опухолевой клетке, опять-таки участвует в этом молекула главного комплекса гистосовместимости, но у Т-лимфоцита есть рецептор программированной смерти. Он играет очень важную роль в здоровом организме, потому что здоровые клетки экспрессируют леганта для этого рецептора, молекулу PD-L1, и этот механизм предотвращает развитие аутоиммунных реакций. Но опухоль учится, учится избегать гибели, защищаться от Т-лимфоцита, и тоже учится экспрессировать легант для этого рецептора PD-L1 или молекулу PD-L2. Соответственно, при взаимодействии леганта с рецептором наступает энергия Т-лимфоцита, он не уничтожает опухолевую клетку. Путь, который... Цель наша – это защитить противоопухолевый Т-лимфоцит от иммуносупрессии. И, в общем, в этом и суть нового направления иммунотерапии, блокады пути PD-1, PD-L1. Как мы можем это сделать? Мы можем ввести моноклональное антитело к PD-1 рецептору на Т-лимфоците, таким образом предотвращая его взаимодействие со всеми легандами, или существует моноклональное антитело к PD-L1, к леганду на опухолевой клетке, остается путь PD-L2. Что может повлиять на эффективность иммуноответа и иммунотерапии анти-PD-1, анти-PD-L1 антителами? Но, в первую очередь, это, так сказать, фоновая мутационная нагрузка. Наибольшая она при меланоме, при немелкоклеточном раке легкого, связанном с курением, и при колоректальном раке, связанном с микросателлитной нестабильностью. То есть мы привыкли говорить, что очень хорошо, когда есть драйверные мишени, например, при немелкоклеточном раке легкого, но в отношении перспективности иммунотерапии как раз отсутствие какой-то одной драйверной мутации, а наличие фонового большого количества мутаций. Что в отношении рака молочной железы? Ну, к сожалению, рак молочной железы в отношении общей мутационной нагрузки здесь находится, ну, прямо скажем, весьма далеко даже от середины. Поэтому перспективы этой стратегии вот так на первый взгляд представляются небольшими. Принципиально мутационная нагрузка влияет на эффективность антипедии, один терапия. Вот, например, опухоли с микросателлитной нестабильностью демонстрируют ответ, а вот красная – это без микросателлитной нестабильности ответа на терапию. Это опять-таки рак легкого, у курильщиков ответ больше, и ответ коррелирует с большей мутационной нагрузкой по сравнению с отсутствием мутационной нагрузки. Что еще может повлиять на эффективность этого пути? Это иммунный ответ на опухоль, связанный с сохранностью антигенов. Если опухоль гибнет путем некроза, то, как правило, антигены сохраняются, организм получает сигнал опасности, и вот именно с этим связана разработка сейчас новых стратегий в отношении комбинации лучевой терапии и антипедии, антипедии или один терапии. Если опухолевая клетка гибнет путем апоптоза, антигены подвергаются деградации, не сохраняются, соответственно, нет сигнала опасности, нет иммунного ответа. Ну и, безусловно, генная сигнатура, иммунная генная сигнатура, которая коррелирует с возможностью ответа на антипедии, антипедии или один терапии. В частности, в этой работе оценили экспрессию генов 12 химокинов при солидных опухолях, 14 с половиной тысяч образцов изучено. Генная сигнатура связана с лимфоидной инфильтрацией, лучшей выживаемостью может помочь, нам подобрать больных для иммунотерапии. Но, опять-таки, генные сигнатуры связаны с локализацией опухолей. К сожалению, вот вы видите, молочная железа, но не самый плохой, но и не самый хороший вариант, тоже где-то, прямо скажем, ближе к концу. Что еще может повлиять на эффективность антипедии, антипедии стратегии, помочь отобрать нам больных, наконец, для лечения? Это экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками. Эта экспрессия определяется иммуногистохимически, является преддиктором ответа на антипедии 1, антипедии L1 терапии и коррелирует с типом опухоли. К сожалению, опять-таки, другие лидеры хит-парада у нас, это меланома, не мелкоклеточный рак, легкого рака почки, молочная железа, тут тоже, в общем-то, достаточно далеко, но, тем не менее, вы видите, что в представленной работе 43% опухоли при диссеминированном раке молочной железы экспрессировали молекулу PD-L1. Существуют различные шкалы оценки, различные тесты, в общем-то, у каждого производителя на сегодняшний день свою диагностику, своя шкала оценки, не всегда она требуется для назначения антипедии, антипедии L1 терапии, но, здесь, как пример, представлены иммуногистохимические различия в интенсивности окрашивания от 0 баллов до 4, 0, 1, 2 и 3, плюс, в общем-то, чем-то похоже на определение гиперэкспрессии HER2 при HER2 позитивном раке молочной железы, еще раз повторю, это иммуногистохимический метод. Кроме того, оказалось, что молекула PD-L1 экспрессирована и на большом количестве иммунных клеток, и эти клетки участвуют в межклеточных взаимодействиях в процессе иммунного ответа, поэтому на сегодняшний день экспрессия определяется не только на опухолевых клетках, но и на иммунокомпетентных клетках, и, как правило, экспрессия на опухоли коррелирует с наличием иммунокомпетентных клеток. Итак, уже переходим к практической деятельности, но сначала два слова о том, как оценить эффективность и ответ на иммунотерапию. Мы привыкли к кривым выживаемости, мы привыкли к водопадам, сейчас у нас появились новые диаграммы, по крайней мере, на первых ранних исследованиях. Вот диаграммы такого типа, когда каждый горизонтальный чарт, это один больной, а вот на каком-то этапе ромбиком отмечается регистрация объективного ответа, а если цвет поменялся, то больной перестал лечиться, но и вот если в конце есть такая стрелочка, то ответ сохраняется, это нередкая ситуация, когда зарегистрированный ответ очень долго длится после прекращения антипедиатерапии. Ну еще вот такие диаграммы пауки очень симпатичные, когда каждая лапка паучья, это отдельный больной, каждый членник это момент оценки, вот увеличиваются размеры опухоли от начала лечения и вы видите, потом они значительно резко уменьшаются у этого больного и к сожалению вот это нередкая ситуация, когда первоначально мы бы расценили как традиционный химиотерапевт, ответ на иммунотерапию как прогрессирование болезни, но затем пациент выходит в ответ, к сожалению, ответы регистрируются через какой-то промежуток времени и может быть быстро прогрессирующих больных на этот вид лечения отбирать не стоит, кроме того, существует термин и понятие псевдопрогрессии, когда увеличение опухолевых очагов связано с увеличением плотности иммунных клеток и как раз иммунного ответа в процессе терапии антипедии антипедии л-1 антителами, на самом деле это хорошо, но формально это прогрессирование, очень сложно отличить это от стандартного прогрессирования. Итак, имеет ли право метастатический рак молочной железы на место в исследованиях по иммунотерапии? Да, имеет, но пока на вторых или даже третьих ролях. Вот в своей работе в свое время мы показали, что воспалительный опухолевый фенотип нередко регистрируется при раке молочной железы, вот это выраженная инфильтрация опухоли иммунокомпетентными клетками по общей ликоцитарному антигену CD45. Основную прогностическую роль играют эффекторные Т-лимфоциты, CD8-позитивные Т-лимфоциты и увеличение инфильтрации опухоли Т-лимфоцитами коррелируется с улучшением безрецидивной и общей выживаемости больных рака молочной железы. Сама утрата антигенов главного комплекса гистосовместимости непосредственно не влияет на прогноз, но коррелирует со снижением выраженности местных иммунных реакций, так сказать, опосредованный механизм влияния на дальнейшие клинические исходы. Ну и, соответственно, при раке молочной железы самый, так сказать, очевидный выход это применение иммуноглобулина класса G1, тростозумаба, о котором много сейчас говорили. Это, в общем-то, такая старая истина, потому что важнейший механизм действия препарата это антителозависимая, это клеточная цитотоксичность и это, в общем-то, первый вид иммунотерапии медстатического рака молочной железы. При этом представленной работе методом секвенирования оценили экспрессию 957 генов, включая и гены иммунного индекса, а также сигнатуру сопопуляции иммунных клеток и многие другие показатели. Оказалось, что иммунная сигнатура, динамика иммунной сигнатуры после первой же дозы тростозумаба предсказывает ответ на неодевантную химиотерапию с включением тростозумаба при раннем ХЕР-2 позитивном раке молочной железы. В общем-то, этот тест может использоваться для того, чтобы тоже отобрать больных для этого вида терапии. И иммунная сигнатура, как я уже говорила, является предиктором ответа на тростозумаб, выигрыш от тростозумаба и коррелирует с улучшением показателей выживаемости. Уровни PD-L1 оценены в представленной работе у 636 больных раком молочной железы. Описано при раке молочной железы два механизма индукции экспрессии PD-L1 опухолевыми клетками. Выраженные уровни экспрессии регистрировались в 60% случаев очень высокий процент, однако выраженная лимфоидная инфильтрация всего у 16% больных, а высокий уровень инфильтрирующих лимфоцитов и экспрессии PD-L1 всего у 12% больных. Эти факторы коррелировали с показателями выживаемости. Противопухолевый иммунитет играет ключевую роль в выживаемости больных с ранним трижды негативным раком молочной железы. Эти работы были опубликованы обсуждали широко в 2014-2015 году, но опять-таки в процентах всего в районе 10% больных характеризуется высоким уровнем инфильтрации при трижды негативном раке молочной железы, высоким уровнем инфильтрации иммунокомпетентными клетками, и этот фактор коррелирует с улучшением выживаемости, и не только оказалось, что инфильтрация иммунокомпетентными лимфоцитами, количество инфильтрирующих лимфоцитов имеет не только прогностическое, но и предиктивное значение и предсказывает вероятность ответа на химиотерапию, поэтому дальнейшие работы в этой области могут опять-таки нам помочь отбирать больных для химиотерапии. Трижды негативный рак молочной железы характеризуется более высокой мутационной нагрузкой по сравнению с ХЕР-2 позитивным и гормонозависимыми под вариантами заболевания. Экспресс СПДЛ1 при трижды негативном раке молочной железы достигает 26%. Иммуномодуляторный подтип трижды негативного рака молочной железы ассоциирован с иммуномодуляторной генной сигнатурой и отличается повышенной экспрессией генов, определяющих функцию Т-лимфоцитов, иммунную транскрипцию, процессинг антигенов и интерфероновый ответ. Ну и экспрессия генов, регулирующих контрольные точки иммунитета, мы говорили, что путь ПДЛ1 это важнейший путь контроля иммунитета, экспрессия генов, регулирующих этот путь, повышена при иммуномодуляторном подтипе трижды негативного рака молочной железы, и сам этот подтип ассоциирован с увеличением лимфоидной инфильтрации. Вот эти данные последние были представлены на ежегодном митинге АСКО 2016 года. Вроде бы все замечательно, но давайте посмотрим на первые результаты клинического применения антипиди-1, антипиди-Л1 моноклональных антител в терапии рака молочной железы. Вот наиболее крупное исследование, если можно так сказать, потому что оно включает 32 пациентки, это применение антипиди-1 моноклонального антитела пембролизумаба при различных солидных опухолях, включая и трижды негативный рак молочной железы. Вот таких пациенток было 32. Для включения в программы с пембролизумабом больных отбирают, оценивают экспрессию педи-Л1 на опухолевых клетках, порогом является 1%, более 1% клеток должно экспрессировать этот маркер, чтобы включаться в исследование с пембролизумабом. Распространенный процесс, например, висцеральная метастаза 78%, интенсивно предлеченные пациентки более трех линий получала половина больных, более пяти линий по поводу именно метастатической формы заболевания получили 25% пациентов. Лечение включало токсаны, антрациклины, производные платины, капецитабин и рибулин. Но исследование небольшое, поэтому вот диаграмма водопад, динамика размеров контрольных очагов оценена 27 больных, частота объективного ответа 18,5%. Но может быть для такой интенсивно предлеченной группы это очень хорошо, потому что было зарегистрировано 4% полных регрессий. Ну и вот диаграмма паук, которая характеризует длительность лечения. Медиана времени до развития ответа достаточно большая, 18 недель, но медиана длительности самого ответа не достигнута. То есть если пациентка развивает ответ, то как правило на этих видах иммунотерапии ответ длится очень долго, большинство ответов больше 40 недель, это пока превышает период наблюдения за больными и 3 пациентки продолжают получать терапию в течение 11 месяцев. Кривые выживаемости медиана как правило небольшая, как я уже говорила, то есть в начале кривые выживаемости резко падают вниз медиана выживаемости без прогрессирования 1,9 месяцев, но 6 месяцев живы 25% больных без прогрессирования, напомню, что интенсивно предлеченные пациентки, трижды негативный рак молочной железы, который в третьей линии лечится в течение нескольких 4 недель. Общая выживаемость 6 месяцев 67% больных, медиана общей выживаемости около года и 12 месяцев живы 43% пациенток включенных в исследование, то есть существует определенная группа больных, которые имеют стойкий длительный выигрыш от этой стратегии. Каковы нежелательные явления, заканчиваю, это повышение трансаминаз, диарея, ретема, тошнота, миалгия, слабость. Кроме того, этот препарат был изучен при гормонозависимом раке молочной железы, но первоначально эксперты оценили результаты как разочаровывающие, теперь продолжают обсуждать, вот так все-таки три пациентки долго были с ответом. Заканчиваю. Антипидиэля-1 одно моноклональное антитело было изучено при трижды негативном раке молочной железы, без прогрессирования 27% больных сохраняют этот ответ. Новое направление это комбинированная терапия с использованием различных препаратов. Итак, ингибиторы блокатора иммунного ответа имеют значительные перспективы в отношении лечения трижды негативного рака молочной железы, который характеризуется целым рядом особенностей, свидетельствующих о вовлеченности этого пути в прогрессию опухоли. Первые результаты применения антипидиэля-1 антител являются обнадеживающими стратегии эффективно при экспрессии пидиэля-1 на опухолях, экспрессии этого маркера на инфильтрирующих лимфоцитах и соответствующей иммунной генной сигнатуре. Исследование нужно продолжать. Благодарю за внимание.